Добрый вечер новости на телеканале Север с событиями в регионе. Вас познакомят мои коллеги и я, Ольга Русул. Итак, коротко о главном. Разлив нефти на Харьягинском месторождении. Его эксплуатирует компания «Лукойл». Чтобы оценить последствия аварии, на место выехала специально созданная комиссия. О результатах ее поездки в материале Михаила Малеева. Прикладываются последствия нефтеразлива на Харьяге, перспективы создания в округе рыбоперерабатывающего кластера и содержания зимника. Эти вопросы стали одним из основных на традиционной планерке при их губернатровой округе. Роскошные наряды, шикарные прически. Сегодня в первой школе выиграли самую красивую. Главный приз остался всего лишь одной. Кто она, расскажет и покажет Олег Катанзейский. Три памятных медали «Патриот России» жителям Ненецкого округа вручил сегодня губернатор Игорь Федоров и председатель собрания депутатов Сергей Коткин. Почетного звания удостоился коллектив этнокультурного центра. Награду получили руководитель нескольких молодежных клубов Алексей Бажуков и журналист-краевед Людмила Карипанова. Медаль «Патриот России» присуждается за вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи. Это может быть общественная, служебная, военная или трудовая деятельности. Награду достаиваются конкретные люди и целые организации. Например, этнокультурный центр. Специалисты этого учреждения активно позиционируют наш округ как многонациональный. Проводят мероприятия, ориентированные на сплочение и популяризацию культуры северных народов. Алексей Бажуков с 2007 года руководит движением «Скаутов». Успешно работает с молодежью, в том числе и с теми ребятами, которых принято называть трудными подростками. То, что я делаю, это я делаю с огромной любовью, огромной тягой и желанием создать социально благополучную среду, в которой будут расти также и мои дальнейшие дети. То есть я формирую тот круг их дальнейшего общения. Компанию, которая в этом году будет содержать и обустраивать зимник, трассу строящейся дороги на Ренмар-Усинск протяженностью 67 километров выбирали сегодня. Первый этап электронной торги состоялся. После проверки всех необходимых документов компанию победителя назовут. На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения, а попросту зимника, из бюджета округа выделено более 63 миллионов рублей. Инициатором аукциона выступает центр «Стройзаказчик». С июня прошлого года полномочия по строительству зимника перешли к Ненецкому округу. Победителю торгов предстоит оборудовать зимник, установить контрольно-пропускные пункты для учета транспортных средств, потом весь сезон отвечать за его состояние. Напомним, в этом году движение по зимней дороге для большегрузных и легковых автомашин запланировано с декабря этого года по апрель следующего включительно. Предварительной причиной разлива нефти на Хориагинском месторождении стал износ внутрепромыслового трубопровода. Из-за разгерметизации нефтесборного коллектора в почву вылилось около 5 тонн нефтесодержащей жидкости. Для оценки последствий и выяснения обстоятельства ЧП в поселок Хориагинский вылетела специальная комиссия, в составе которой представители МЧС, Росприроднадзора, Администрация Заполярного района, Прокуратуры, Управление природных ресурсов и Россельхознадзора Ненецкого округа. О результатах поездки в материале Михаила Малеева. Чрезвычайное происшествие на языке специалистов прорыв внутрипромыслового нефтепровода произошло на одной из доживных насосных станций Хориагинского месторождения. Его эксплуатирует предприятие «Лукоил-Усинскнефтегаз». В результате аварии тундра на площади 456 квадратных метров загрязнена. По предварительным подсчетам, объем вылитой нефтесодержащей жидкости составил от 10 до 15 кубических метров. Разлив нефти произошел из-за технологического убоя. То, что у них произошла утечка из трещины, то есть трубопровод был поврежден. Они, соответственно, занимались сварочными работами для устранения данной утечки. И произошел разлив. Авария случилась 10 октября около 9 утра, но нефтяники оповестили экстренные службы лишь во второй половине дня. При попытке ликвидировать утечку во время сварочных работ по неосторожности персонала произошло возгорание нефти. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате выгорела значительная часть разлитой нефти. Впрочем, такая ситуация даже способствовала специалистам, задействованным на ликвидации аварии. Полностью погасить пламя удалось вечером того же дня. Повезло и с ландшафтом. Почти вся нефтесодержащая жидкость скопилась в близлежащем котловане. А потому площадь загрязнения почвы не столь велика. Кроме того, разлив нефти произошел на территории отсыпанной производственной площадки. То есть прямой угрозы экологии нет. Разлив произошел на площадке, поэтому угрозы для водных объектов поверхностных нет. Сейчас там проводятся работы по уборке, зачистке и ликвидации этой аварии. Значит, нашим управлением возбуждено административное производство по данному факту. Сейчас на ликвидации последствий аварии задействованы 17 человек и 8 единиц техники. Работы по уборке загрязненного грунта, по заверению представителей компании «Лукоил», закончатся уже к утру вторника. Представители правоохранительных органов также побывали на месте аварии и провели свою проверку, в ходе которой убедились – ущерба от нефтеразлива практически нет. Поэтому «Лукоил» у «Синскнефтегазу» ничего существеннее штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей не грозит. А между тем, в последние годы аварии случаются здесь регулярно. Причина всех одна – износ нефтепровода. Он эксплуатируется уже почти 20 лет. Общие запасы нефти на Хорягинском нефтяном месторождении оцениваются в 160 миллионов тонн. Поэтому работы хватит надолго. Но сколько выдержит тундра? Впрочем, это уже вопрос для экологов и окружных властей. Михаил Малеев и Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Ликвидация последствий нефтеразлива на Хорягинском месторождении стала одним из вопросов, который обсуждался на традиционной планерке при губернаторе. Кроме того, речь шла о перспективах содержания зимника, создания в округе рыбоперерабатывающего кластера и итогах участия окружного мясокомбината на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013». Говорить открыто и ничего не скрывать в случае ЧП – вот правильный подход, отмечает глава региона. И неважно, о каком объеме нефтеразлива идет речь – о сотнях тысяч тонн или о двухстах литрах. Мы же приняли решение, несмотря на то, что пусть небольшой разлив. Мы об этом говорим, говорим сами, говорим первые и принимаем все меры для того, чтобы территория была убрана, прибрана. Принять участие в ликвидации последствий предстоит и новому руководителю ведомства – Главой управления природных ресурсов и экологии назначена экс-глава окружного антимонопольного управления. Водчина большая, как мы знаем, связана с природно-охранными ресурсами, экологией, водовыми отходами. Работы много, надеюсь, сразу влиться в данную работу, знакомиться с теми документами, которые сейчас в рабочем порядке у нас стоят на контроле и со сроком реализации. Под контролем и еще несколько важных вопросов. Северный завоз идет по графику, без отклонения от сроков и возведения честных сооружений в Заполярном районе. Стратегический объект по планам должен быть построен к сентябрю 2015 года. В течение 2013 года был завезен щебень, отсыпан песок, подготовлено свайное поле, построена трансформаторная подстанция, собран каркас двух корпусов. Сегодня продолжаются работы по монтажу и обшивке нескольких цехов. В перспективе в округе появится и рыбоперерабатывающий кластер. В него войдут и строящиеся рыбоперерабатывающие, рыборазводные заводы и рыбоприемные пункты. Создание такого кластера позволит включить его в состав инновационных и инвестиционных проектов округа на уровне СЗФО. А это гарант финансовой поддержки отрасли со стороны государства. И возможно уже через несколько лет рыбная продукция Ниньского округа будет столь же популярна, как и продукция из оленины. На юбилейной золотой осени 2013 изделия окружного мясокомбината признаны лучшими в стране. Две серебряные и четыре золотые медали – тому подтверждение. В серебре у нас, скажем так, находится оленина тушеная, которая в том году заняла этот дом. Что касается золотых медалей, то мы отказались от доставки на эту выставку тех видов продукции, которые стандартно занимает у нас золото. И были представлены два новых вида. Это вечерняя городская, которую мы разработали три месяца назад. И ферда оленингерчук. В числе лучших и работники АПК региона. Их наградили накануне, поздравив с профессиональным праздником. Ну а руководителю окружного СПК СУЛ Алексею Коткину впервые выражена благодарность президент страны. А бригадиру оленеводческой бригады СПК Ижимский оленевод Каневу Николаю присвоено звание почетный работник АПК России. Далее в выпуске «Первые красавицы» в борьбе за титул «Мисс школа-2013». Выпускник Суворовского училища Михаил Апехтин провел урок мужества в школе-интернат. Печорский рыбокомбинат отпраздновал 80-летие. Самую красивую ученицу выбирали в первой школе. За титул боролись семь девочек. Интеллектуальные задания, конкурс красоты, дефиле в нарядах собственного дизайна и сбросового материала. Победа давалась нелегко. За соревнованиями юных красавиц наблюдал Олег Хатанзийский. До первого выхода на сцену всего несколько минут. Конкурсантки держат кулачки на удачу и повторяют номера, с которыми предстоит выступать. В первую очередь надо напомнить о красивой походке. Ее совершенствовали полтора месяца. Теперь главное не запутаться и держать спину. Одиннадцатиклассница Елена Суханова заметно волнуется. Правила красоты она освоила на отлично. Прическа, макияж, маникюр. Не сильно надеюсь на какое-то место. Конечно, хочется победить. Но, не знаю, впечатление в альбом случае только хорошее. И от участия, и от подготовки конкурса только наилучшие впечатления. В зале «Аншлаг». Свободных мест нет, зрители стоят в проходах. Они пришли поддержать одноклассниц, поднять их моральный дух. Много людей приходит. Все места забиты каждый год. Многие даже стоят во входе, чтобы посмотреть на этот проект. Старшеклассница Юлия Безумова в прошлом тоже участница школьного конкурса «Красоты». Один из организаторов нынешнего мероприятия. Ей выпала почетная миссия. Она обучала конкурсанта к дефиле, разрабатывала программу. Многие не согласились, потому что стесняются, наверное, боятся сцены. Мы с девочками учились держаться на сцене. Я им рассказывала, как это делается. Как показывать себя. Шесть испытаний, чтобы подтвердить почетное звание первой красавицы школы. По мнению организаторов, мисс 2013 должна, безусловно, быть хороша собой, умна, воспитана, скромна, обладать незаурядными способностями в части креатива. Летящей походкой выйти из-за кулис казалось, что может проще, но задание усложняется. На голове каждой красавицы по уясистому томику. Кому-то достался Гоголь, кому-то Чехов. Впрочем, это значение не имеет. Главное, чтобы книга не упала, а девушка не запнулась. Судить школьных красавиц трудно. Девушки стараются, берут не только красотой, своими талантами. Но жюри объективно, ведь конкурс своего рода соревнования победит сильнейший. Все задания исчерпаны. Жюри подводит итоги. Главный приз – планшетный компьютер достается Елене Сухановой. Ее голову венчает переходящая корона первой красавицы школы. Впрочем, остальные участницы без внимания жюри и зрителей не остались. Каждая стала первой своей номинацией. Например, Анастасия Ситрова получила звание «Мисс зрительских симпатий». Красавицам вручили благодарственные письма и призы. Олег Хатанзийский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 80-летний юбилей со дня образования отметили работники предприятия «Печорский рыбокомбинат» большим концертом, который состоялся в культурно-деловом центре «Арктика». Все, что сейчас осталось от некогда развитой промышленности музея воспоминания тех, кто отработал на рыбокомбинате не один десяток лет. Впрочем, рыбообрабатывающая отрасль в округе возрождается. «Печорский рыбокомбинат» отмечает юбилей – 80 лет. Праздник двойной – 30 лет общественному музею. Его создали во времена расцвета предприятия. Теперь комбината нет, а память осталась. Ветераны рыбообрабатывающей промышленности ратуют, чтобы под музейные нужды предусмотрели новое место. Я сейчас обращаюсь к директору строящегося рыбоперерабатывающего комбината, чтобы действительно там было предусмотрено помещение, достаточное помещение для того, чтобы там могли разместить этот архив, и чтобы память о Печорском рыбокомбинате жила и продолжала свою жизнь. Фатинья Сметанина – ветеран труда. На предприятии, за 30 лет ставшим родным, работала на совесть. Возрождению рыбной промышленности в округе рада, но внести свой вклад уже вряд ли сможет. Годы берут свое. Мы уже не пойдем. Час 70-х, куда мы пойдем? Свой возраст уже, все уже отработали. Были бы помоложе, может быть, отрочусь. Для многих тружеников рыбокомбинат – это не только место работы. Это жизнь, полная побед, свершений, разочарований. Александр Кузьмич пришел работать на предприятии сразу после армии. На глазах коллег мужал, обзавелся семьей, детьми, отсюда и вышел на пенсию. Мне нравилось то, что никаких не было зависти, работали на судах дружно, все друг другу помогали. Так что такого не было раньше. Добрые песни со сцены навевали воспоминания. Кто-то не смог сдержать слез ностальгии по ушедшим временам. И, конечно, радовались за тех, кому еще предстоит восстанавливать такую востребованную в округе промышленность по обработке рыбы. Валентина Чибичик, Алина Ваучейская, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ученики кадетского класса школы-интернат принимали необычного гостя. Заместитель главы администрации Ненецкого округа по правовым вопросам Михаил Опехтин рассказал ребятам о годах в Суворовском училище. Вспомнил, как участвовал в параде победы на Дворцовой площади. Поделился впечатлениями о годах учебы в военном вузе. Кадетские классы организованы, чтобы дисциплину в школе сделать железной. Изначально они создавались для ребят, чье поведение далеко не примерное. Считается, что особенное военное направленное занятие в таких классах поможет поднять успеваемость, сориентирует в дальнейшем. С 1 сентября, конечно, их было трудно очень организовать. Они не привыкли ходить с троем, не привыкли выполнять приказы, не привыкли делать зарядку. В специализированном классе они обучаются всего два месяца, а перемены в поведении уже заметны. Даже родители не нарадуются. Восьмиклассник Егор Литков – обладатель боевого характера, причем во всех смыслах слова. Кадетом стал по собственному желанию. Имидж хулигана нынче немоден. Тем более мальчик мечтает о карьере военного, поэтому опыт упыскника Суворовского училища для него особенно ценен. Как он учился, что у них там было, какие предметы, какая дисциплина была. Ну, дисциплина по-любому срогая была. Кадет Вячеслав Зотов понятия не имел, что теперь придется учиться в два раза больше. Впереди сотни часов специализированной подготовки, спортивные дисциплины, основы медицины. Его новая образовательная программа стала сильно отличаться от той общепринятой. Строевая подготовка, огневая подготовка, этика психологии, первая медицинская помощь и тому подобное. Карьер помогает, готовится? Конечно. Программа в кадетском классе для всех одинаковая, независимо, парень ты или девушка. Строевая подготовка, физкультурные нормативы, кадеты, девушки порой отстают. Есть проблемы, конечно, да, но мы стараемся как бы вытянуть их. В Суворовском училище Михаила Пехтин получил образование артиллериста и политработника. К воспитательной работе ему не привыкать. Впрочем, класс попался благодарный. Ребята слушали буквально, затаив дыхание. Даже учителя удивились их дисциплине. Среди выпускников Суворовских нахимовских училищ десятки героев Советского Союза, героев России. Среди них есть выдающиеся ученые, писатели, работники искусств. Урок мужества окончен. Выводы, которые сделают после этой встречи школьники, безусловно, повлияют на результаты учебы. А сами кадеты утвердятся в правильности выбора военного направления. Ведь уже в середине ноября в школе-интернат запланирована церемония посвящения в кадеты. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Это все новости на сегодня. До свидания. Оставайтесь с нами на «Севере». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова